Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое агрессивное видео! И какую же бомбу я тебе сегодня приготовил, ты просто обязан досмотреть это до конца! И конечно же, не забудь поставить лайк прямо сейчас, давай наберем, как обычно, 2-3 тысячи лайков. Это очень помогает мне находить мотивацию и дальше работать. Международный валютный фонд работает над глобальной платформой цифровых валют центральных банков. МВФ делает именно то, что решает Ripple и XRP. И самое интересное, что это происходит на фоне того, что МВФ называет Ripple XRP лидирующей платформой для ЦВЦБ, а также Амазон инвестирует в пилотную программу новой платформы цифровых валют МВФ. Разве это не интересно, когда мы смотрим в прошлое, чтобы понять настоящее и будущее? Посмотри на эту фотографию. Много лет назад Ripple проводил интервью и встречи за закрытыми дверями с Кристин Лагард из Международного валютного фонда, с Джесси Чонгом из того же МВФ, который раньше работал в Ripple, с Россо Лекро и Крисом Черчем, их исполнительным директором, а также с американским главой отдела ценных бумаг в SWIFT. Зачем Брэд Гарлинхаус проводил все эти закулисные встречи? Почему глава Ripple до сих пор обсуждает на высших уровнях Международной банковской системы внедрение Ripple в эту игру? Если этот иск SEC является законным, если XRP это скам, возможно, МВФ просто скопировал платформу Ripple для себя. Лично я думаю иначе. Я думаю, что сообщество XRP имеет достаточно оснований, фактов, партнерств и закулисных встреч, чтобы серьезно утверждать, что XRP от Ripple может быть в некотором роде частью этой платформы глобальных ЦВЦБ от МВФ. Как ты помнишь, Ripple недавно анонсировал свою собственную платформу ЦВЦБ. В отчете от Sullivan & Cromwell XRP был назван виртуальной валютой. Отчет был опубликован на сайте МВФ. Эти документы публиковались еще в 2018 году, спустя 3 месяца, после той самой засекреченной SEC речи экс-председателя SEC Хинмана. И в этом отчете, который опубликовал Международный валютный фонд, они описывают XRP как виртуальную валюту, а не ценную бумагу. Поэтому я думаю, что мы увидим еще больше массивных новостей для Ripple XRP в ближайшие недели и месяцы. И я просто хочу, чтобы ты следил за этим очень внимательно. Decentralized Wealth пишет, «Война против криптовалют не имела цель сделать их нелегальными». Настоящей целью является контроль над криптовалютами. Это становится очевидным, потому что такие финансовые гиганты, как Fidelity, Charles Schwab и Citadel хотят создать свою собственную биткоин-биржу. И, скорее всего, Binance и Coinbase смотрят на Citadel, Schwab, Fidelity, BlackRock. Вот именно с таким выражением лица прямо сейчас, после того, как SEC подала на них в суд. SEC не защищает розничных инвесторов. Они здесь защищают самих себя, своих богатых друзей. Они следуют простому плану – задушить конкуренцию, а затем позволить у Уолл-стрит взять контроль. Биткоин выше 30 тысяч долларов и практически достигает 31 тысячи долларов. Эфириум – 1900 долларов, Ripple XRP – 50 центов. И причина, по которой это так важно, заключается в том, что иск против Binance и Coinbase – это максимальная порция страха, нагнетаемая на все криптосообщество. Именно тогда все подумали, что мы идем к нулю, а я тогда сказал, Я уже видел подобное в 2018-м, в 2020-м, а теперь и в 2023-м. И я думаю, что это ловушка. Я думаю, самое время покупать тогда, когда все паникуют. Им нужно, чтобы розничные инвесторы продали. Им нужно, чтобы цены полностью обрушились. Чтобы они могли все это купить. Fidelity, BlackRock, Schwab, все остальные этого и добиваются. И, скорее всего, все эти организации уже зашли в рынок тогда, когда биткоин стоил около 16 тысяч долларов. Однако, если они еще не зашли в рынок, то угадай что? Мы можем увидеть максимальный страх, максимальную боль, максимальные проблемы. Если они еще не зашли и не забрали столько биткоинов, сколько хотели, мы это еще можем увидеть. А пока что я хочу показать тебе следующее. Центральный банк Колумбии собирается запустить пилотный проект CVCB на платформе XRP от Ripple. Это законное, подтвержденное партнерство. И чем больше стран подключиться к тестированию своих цифровых валют центральных банков на XRP-L, тем увереннее я буду. Колумбия это страна в Южной Америке и это одно из тех мест в мире, которое, по моему мнению, сделает огромный шаг вперед в эту цифровую эпоху. На фоне этого, группа анонимов под названием KillNet анонсировала масштабную атаку против традиционной финансовой системы SWIFT в течение следующих 48 часов. Но ничего не произошло. Поэтому я хочу напомнить, еще в 2021 году я предупреждал о том, что прежде чем перейти на новую финансовую систему, которую они сейчас строят, они создадут искусственный кризис. Атака против SWIFT. Атака против традиционной системы. Они обвинят в этом взломе кого угодно. Китай, Северную Корею и других. Это произойдет потому, что им нужен кризис, решение для которого они уже разработали это цифровые валюты центральных банков и глобальная платформа для ЦВЦБ. Когда это случится, не паникуй, это просто часть плана. И эти видео я снимаю для того, чтобы ты был готов. И пока Binance и Coinbase бьются против все, как криптовалюта рассматривается Гэри Гэнслером как незаконная ценная бумага, в США появляются два криптопредпринимателя, единственные в своем роде, которые публично заявляют, что SEC разрешила им работать. Она дала им регулирование в США впервые в истории. Они могут продавать криптотокены розничным инвесторам абсолютно легально. Это Джо Любин и Аарон Каплан из компании Prometeum. Prometeum это уникальная организация в мире криптовалюты. Она представляет собой связь между традиционными финансами и криптовалютами, будучи первым брокером-дилером, ориентированным на криптовалюту и зарегистрированным как в SEC, так и в FINRA. Именно этой компании в разгар судебных исков против криптокомпании BIRJSEC почему-то одобрила лицензию на работу в США. Фактически это первая околокриптовалютная компания, которая получила регулирование в Соединенных Штатах. Это первый в истории брокер-дилер специального назначения, который называют ATSBD. И прямо сейчас я покажу тебе видео генерального директора Prometeum, в котором он рассказывает интересные вещи о том, какое же будущее ожидает криптобиржа в США и криптовалюты. И поверь мне, тебе нужно это услышать. Вот как я изначально пришел в бизнес, чтобы попытаться без кавычек регулировать биткоин. Если вы следите за председателем Генслером, в своем последнем интервью он сказал, что криптобиржи должны быть зарегистрированы в соответствии с законами о ценных бумагах, потому что они торгуют ценными бумагами. Гэри очень целеустремленный человек, поэтому я уверен, что наступит момент, когда крупным криптовалютным биржам в Соединенных Штатах, которые не зарегистрируются в соответствии с законодательством о ценных бумагах, придется нелегко. Им будет очень сложно оставаться активными в этом пространстве и иметь в списке такого же количества криптоактивов, как сейчас. Учитывая то, что я уже говорил о комментариях председателя SEC, что на криптобиржах торгуется очень много ценных бумаг, я думаю, что они готовят специфическую классификацию для этого класса активов. Затем криптоактивы будут добавлены на нашу ATSBD. Крупные биржи должны будут подписать партнерство с ATSBD, а также заключить соглашение, что клиенты получат доступ к своим криптомонетам уже через наш ATSBD. Это то, что грядет. Это не вопрос если, это вопрос когда. Я думаю, что это станет большой вещью. И когда это произойдет, это будет первый случай в США, когда цифровые активы будут торговаться на зарегистрированной публичной инфраструктуре, которая позволит розничным инвесторам закону участвовать в крипторынке. Далее, разные отчеты показывают суммы от нескольких триллионов долларов до сотни триллионов долларов. Конечно, цифра невероятная, по моему мнению, но большие суммы ждут, когда смогут зайти на эту платформу ATSBD. Это очень трудно официально регулируемому брокеру по торговле цифровыми ценными бумагами интегрироваться с криптовалютной биржей. Но для учреждения, которое уже официально торгует ценными бумагами, не составит труда интегрироваться с Prometeum, нашей компанией, которая уже регулируется SEC. ATSBD предназначена для того, чтобы позволить традиционным системам Уолл-стрит интегрироваться в криптовалюту и дать возможность клиентам традиционных финансов законно покупать и продавать цифровые активы через их уже существующие аккаунты. Идея заключается в том, чтобы интегрировать ее таким образом, чтобы она была бесшовной, и люди могли через свой существующий аккаунт Schwab, Fidelity или еще где-то торговать любыми цифровыми активами, которыми захотят, абсолютно легально. И я думаю, что именно таким образом в криптовалюте может открыться мир потенциальных триллионов долларов, которые сейчас ожидают в сторонке. Китай точно знает, что они делают. Они хотят прочно завладеть этой отраслью в Китае. В конечном итоге они активно продвигают и разрешают криптоинновации блокчейн. Сейчас они просто хотят иметь централизованный орган управления, который бы контролировал это. И они хотят зарабатывать на этом деньги. Они хотят интегрировать это в свою систему. В противном случае они бы не создавали свою цифровую валюту. Слушая все это, ты должен знать, что это то, что грядет. Это не вопрос если, это вопрос когда. И даже Рон Хаммонд из Blockchain Association сказал, что это немного подозрительно. Как удивительно совпало первое в истории США создание криптоброкера ценных бумаг в то время, когда SEC ударила по основным фигурам в мире криптовалюты. Бинансу и Коинбейсу. Многие люди даже в Вашингтоне действительно никогда не слышали об этих людях, но они получили одобрение SEC на получение лицензии криптодилера в США. Поэтому у меня тоже поднялась бровь, как и у всех, кто это услышал. Итак, очевидно, что время получения лицензии Прометеум очень подозрительное. Это малоизвестные в Вашингтоне люди, но они получили разрешение SEC на получение дилерской брокерской лицензии специального назначения. Очень странно, что это произошло во время атаки SEC против Бинанса и Коинбейс. Прометеум развенчал мифы о том, что в США нет пути к регистрации криптокомпаний. И, наконец, некоторые связи Прометеума с Китаем. Прометеум получил добро не только от SEC, но и от Комитета по иностранным инвестициям также и в Китае. Так что мы считаем, что в этом плане у них все в порядке. Но, конечно, многие люди в Вашингтоне задаются вопросом, а почему именно эта компания получила регулирование? И в то же время кажется подозрительным, что это происходит тогда, когда Конгресс рассматривает довольно важный криптовалютный законопроект, который будет регулировать и давать возможность биржам для регистрации в США. Итак, делай свои выводы. Но я думаю, что в большинстве своем мы держим руку на пульсе. Я хочу сказать, что генеральный директор Прометеум предсказал проигрыш Ripple в деле против SEC. И именно поэтому для меня эти люди выглядят как марионетки SEC. Иначе как еще объяснить все произошедшее? Однако, открытые двери к регулированию в США для криптокомпаний – это позитивно. Триллионы долларов из традиционного финансового рынка, которые ожидают своей очереди для того, чтобы зайти в крипторынок – это позитивно. И еще я хочу сказать, что не случайно все эти события сейчас происходят одновременно. Digital Asset Investor заявил, что то, как говорил генеральный директор Прометеум, очень напомнило ему то, как Джо Любин говорил до того, как был раскрыт заговор Ethereum Gate. И это одна из тех вещей, которые нельзя игнорировать. Но это уже тема совершенно для другого видео. В конечном итоге, когда наш судебный процесс подходит к концу, для многих других он только начинается. Борьба за регулятивную ясность должна продолжаться. В заключении, я хочу сказать моим коллегам здесь, в Ripple, моей семье, моим друзьям, всем, кто поддерживал нас на протяжении последних двух с половиной лет, и, конечно же, всей армии XRP, искреннее и неподдельное спасибо за вашу поддержку. Генеральный директор Ripple Брэд Гарнинхаус. Меня зовут Богатейший Дье. Увидимся в новых видео совсем скоро. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова